Что вы думаете о результатах для Украины Рамштайна, который прошел, и о тех военных пакетах помощи, о которых уже объявила Америка и объявила Германия? Насколько это может повлиять на ход войны? Вы знаете, вот как раз-таки я заявлял в своих интервью, что период Нового года нам позволит судить о перспективе боевых действий на 2023 год. Но картинку, более-менее картинку, пищу, по которой можно судить, мы получили сейчас. Уже можно уверенно сказать, что западные партнеры делают ставку на весенне-летнюю наступательную операцию. А вот то насыщение вас необходимым оружием, боевой техникой и боеприпасами вам будет усиливать ваши огневые возможности для того, чтобы вы смогли выдержать наступательные действия Российской Федерации. Что касается пакета помощи, то, что именно боевой техники этого оружия маловато. Маловато, но, скорее всего, закладывается системное решение для снабжения именно этих армейских корпусов, которые будут вооружаться преимущественно натовским вооружением. Я думаю, что в перспективе вот до мая до июня месяца эти армейские корпуса будут вооружены полностью. Но тот пакет, который представляется сейчас нам, надо понимать, что часть этого пакета уйдет на восстановление потерь. Многие гражданские люди, это естественно, не все воевали, как бы не особо в этом разбиваются. Но надо понимать, что украинская армия, как и российская армия, несет каждодневные потери в боевой технике. И часть пакета, который выделяется вам, это именно для восполнения ваших потерь. То есть тот пакет, который мы, который мы, есть информация по сей день, нужно увеличение этого пакета, я думаю, что как минимум в два раза. Давайте сейчас вот прям по направлениям обсудим вот то, что заявлялось и что особо важно, на ваш взгляд, для Украины с точки зрения военного вооружения. Все сейчас говорят и пишут и акцентируют, и Украина несколько раз заявляла, что мы очень ждем танки, мы очень ждем леопарды. То есть это один из лучших танков в мире, возможно, который уступает только американскому Абрамсу, но там свои моменты. А для Европы вот то, что произвела Германия, там разные есть модели, тем не менее, вот Абрамсы, которые есть во многих странах Европы, это то, что сегодня очень сильно не хватает и Украине. И аналитики, эксперты говорят, что это бы реально повлияло и помогло, повлияло на те события, которые происходят на фронте с точки зрения помощи Украине. Пока непонятно, будут ли выделены леопарды, потому что пока что Германия говорит о том, что нет консенсуса среди стран, а многие говорят, что это, мол, сама Германия не хочет, потому что это от нее должно поступить разрешение, как от производителя, для того, чтобы другие страны нам их передавали. Хотя тот же президент Туда уже сказал, что даже если Германия, хотя он в это не верит, он считает, что Германия разрешит, но если даже Германия, Шольц, скажет нет, они даже нарушив этот запрет производителя, они все равно передадут леопарды Украине. Насколько критичны для Украины леопарды и сколько нам их надо? Вы знаете, дело в том, что у части украинского командования и у западных партнеров разное введение боевых действий в целом. Украинская армия хочет наступать, но для обеспечения широкомасштабного наступления украинской армии на данный момент у запада нет ресурсов. Западу нужно время, чтобы накопить вам ресурсы, накопить танковые снаряды, накопить артиллерийские снаряды, для того, чтобы вам обеспечить широкомасштабное наступление. Я украинцев понимаю, вы хотите победить быстро, но надо понимать, что там Америка 100 тысяч снарядов Англия передает, это на три дня боев. Хорошо, вы три дня побоевали, а дальше? Западу нужно время, идет большая конвенциальная война, которая может истощить мировые запасы боеприпасов. Это надо понимать. Что касается позиции Германии, это политические терки. И я считаю, что к началу весенне-летней военной кампании у Украины будут и танки, и артиллерия, и снаряды, и все, что надо. Сейчас, в данное время, западные партнеры нацелены на то, чтобы дальше истощать экономические и военные инструменты Российской Федерации. Почему Запад так позволяет себе играть сроками? Потому что тот экономический урон, то экономическое воздействие на военно-промышленный комплекс, который они оказали, им позволяет судить, что в течение трех месяцев ничего не изменится. Россия кардинальным образом не поменяет свою обороноспособность своей армии. Я думаю, что причина в этом. И, скорее всего, в мае июнь, весенне-летняя кампания, у вас будут и танки, и в нужном количестве боеприпасов. А пока вас будут пичкать оружием для того, чтобы вы активной обороной продолжали разгром вашего противника. А то, что касается самолетов, самолетов F-16, о котором, опять же, сейчас говорит активный президент Зеленский, было уже заявление Нидерландов, что они готовы, то есть такое было заявление, в принципе, которое можно трактовать, то, что они готовы их передавать, если будет запрос украинской стороны. А украинская сторона уже публично об этом заявила. И почему тогда F-16, они важны? Объясните, для той нашей аудитории, которая не понимает, не разбирается в тонкостях военного дела, что это? Вы знаете, вот это есть в Ютубе. Я всегда настаивал, что Украине нужны F-16. Просто дело в том, что самолет F-16 это уникальная многофункциональная платформа, которая может поражать цели в глубине территории противника до 500 километров. Но дело в том, что если эти ракеты вместе с F-16 не передавать, то F-16 резко снижаются наступательные возможности. F-16 превращается в испредитель, который будет оберегать небо Украины. Вот с теми параллельно комплексами, которые вам передавали НАСАМС и другие зенитно-ракетные комплексы, Петриоты. F-16 он идет в связке. Противовоздушная оборона любой страны состоит из трех компонентов. И один из самых важных компонентов такой огромной страны, как Украина, это истребительная авиация. Вот я считаю, что если бы у вас были бы F-16, вы спокойно смогли бы сбивать ракеты Х-22, которые обычные ваши средства противовоздушной обороны сбивать очень затруднительно. Я даже сказал, что в некоторых случаях невозможно. Не каждый комплекс может его уничтожить. Поэтому с этой точки зрения, именно охраны воздушных рубежей, а в перспективе и когда будет возможность нанесения ударов по противнику, F-16 это важная компонента, которая будет дополнять как ваши возможности противовоздушной обороны, так и возможность авиации наносить высокоточные удары по противнику. И я думаю, что вот F-16 надо было передавать, хотя бы эскадриль. Хотя бы эскадриль, чтобы они вот прикрывали Киев, Днепр, другие крупные города, вот таких вот старых скелетов, как Х-22. Субтитры создавал DimaTorzok